Всем привет, с вами Дэн и Проксима, один из лучших брендов на Алиэкспресс в соотношении цена-качество. Снова у нас на обзоре, и давайте открывать скорее вот этот вот водонепроницаемый пластиковый кейс и смотреть, чего у нас там внутри. Так, значит, здесь ничего, здесь, ага, как всегда, инструмент для замены укорачивания ремешка, браслета, инструкция, да, и гарантийная карточка от Проксимы. Давайте, значит, это немножечко в стороночку, и чехольчик, конечно же, а внутри что у нас, что в чехле. Так, раз, два, три. Какая красотулечка, ребята! Так, значит, у нас здесь винтажный хронограф, называется модель Проксима PX1718, без купонов на Алиэкспресс, в официальном магазине Проксима они стоят где-то 19-20 тысяч рублей, ну, с купонами чуть подоступнее, и внутри, конечно же, стоит уже культовый, я бы даже сказал, хронограф Сигал ST1902. Здесь он несколько модифицированный. Ну, вот эта вот красотулечка как раз у нас под задней крышкой. 50 метров водозащиты, 316L сталь по корпусу, сапфир плюс внутреннее антибликовое стекло, нейлоновый здесь такой вот тянущийся у нас ремень, швейцарская суперлюминова C3 на метках и стрелках, ну, и что касается хронографа, Сигал ST1902, 22 камня, 21600 полуколебаний в час, ну, и если правильно собранный и смазанный этот хронограф, то он, конечно же, просто-таки неубиваемый. Ну, и давайте вот эту красотулечку сейчас запустим хрон, и посмотрим, что у нас по циферблату в этих часах. Так, опа! Здесь, как видите, два манежа, да, два субциферблата. Один у отметки 3 часа, другой у отметки 9 часов. Центральная секундная стрелка у нас начинает работать, когда запускается хронограф. Стрелка у отметки 9 часов – это базовая секундная стрелка, то есть у нас есть часы, минуты и секунды, и мы запускаем кнопочкой, да, вот этой вот у отметки 2 часа хронограф, и у нас запускается вот эта секундная стрелка, которая отвечает за секунды. Ну, и, собственно, у отметки 3 часа здесь есть еще минутный счетчик. Ну, то есть мы считаем, да, по хронографу секунды и минуты до 30 секунд. Достаточно просто, но при этом элегантно, да, у нас два манежа, все достаточно приятно сделано, и читаемость, конечно же, на высоте. Вот в этом плане два счетчика очень даже приятно всегда на циферблате. Давайте посмотрим, кстати говоря, по размерам, значит. Так, по корпусу 38,5, какая прелесть! С учетом купольного сапирового стекла здесь 12,4, без стекла, я думаю, здесь будет, наверное, миллиметр на 2 поменьше. Ну, где-то 10,5. Вот по ремешку 20, и от ушка до ушка. Ушки здесь достаточно длинные, этот момент обязательно учитывайте, 47 с небольшим. Ну, вот смотрите, мое запястье 18,5 в обхвате. Классика, да, небольшой диаметр, винтажные здесь, конечно же, цвета. Ну, собственно, вот что у нас получается. Очень аккуратная модель, но учитывайте, что ушки достаточно длинные. То есть, да, циферблат небольшой, но ушки длинные. Это важный момент. То есть, эти часы, в принципе, должны садиться неплохо и на небольшое, и на среднее, и на крупное запястье. Но в плане именно габаритов смотрите, что вам больше подходит. Потому что, ну, вы видите, да, ушки не самые, не самые здесь маленькие. Ну, посмотрите, какой стиль, да. Очень круто. Серебристый циферблат. Вот такая Old Radium витажная здесь, супер-люминова. Опять же, винтажный стиль по циферблату. Маленькие манежи. Ай, хорошо. Ай, хорошо. Прям, ну, Проксима знает. Проксима знает, что сделать, чтобы прям понравиться. Очень красиво сделано. Ну, и с учетом того, что Проксима, конечно, делает одни из самых-самых качественных часов на Алиэкспресс, и это впечатляет. И это впечатляет. Посмотрите, да. У нас здесь сатинирование просто мельчайшее. Посмотрите, сатинирование потрясающее по ушкам, да. И с верхней части, и с боковой части. И зеркальная полировочка идет по ранту. Дальше она идет по боковой части корпуса. И здесь с нижней части корпуса. Ой, хорошо. Не, ну, Проксима делает корпуса. Вот я бы даже, наверное, сказал, что, наверное, наверное, если говорить только о корпусах, которые продаются на Алиэкспресс, а Проксиму можно купить на Алиэкспресс, наверное, корпусы у них вот прям вот номер один. Это потрясающе. То есть сатинирование просто мельчайшее. Грани корпуса, геометрия. Ой, космический. Космический кайф делает Проксима. И, конечно же, фактура по циферблату здесь на высоте. Объемные метки, сатинированные стрелки, манежи, объем. Здесь все, все, все хорошо читается, все видно. Ну и качество полировки. Просто потрясающее в эту ценовую категорию, конечно же. Ну и хронограф, да. Здесь все. Все очень даже приятно. По весу на этом ремешке меньше, чем 80 грамм получается. Ну что же, если мы говорим про винтажного плана хронографа, такой выверенный, сделанный с любовью, чтобы здесь все было правильно. Метки и стрелки, и корпус, и механизм. Все по красоте. В этом плане, конечно, Проксима сделала все правильно. С точки зрения качества, цены, я думаю, что вопросов нет абсолютно никаких. Вопрос за вами, на самом деле. Нравится вам такой дизайн? Или же вы любите что-то более современное? Если винтаж, то почему бы, собственно, и нет? И на этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.